Друзья, мы с вами продолжаем играть в фермер-симулятор Титаниум Эдишн. Как всегда, мы начинаем на ферме работу. И я так думаю, что ближайшие несколько частей, вот таким вот образом, мы с вами будем работать с фермы. Что-то на ферме делать, потом будем перемещаться на поля. Поля теперь у нас, так скажем, второстепенные по отношению к ферме и к коровкам. Вы видите, что я заготовил довольно-таки много соломы. Теперь вот мы заготавливаем сено и потом посмотрим, нам нужно еще убрать вот это вот поле, да убирать. Вы видите, что у нас там волок соломы. Так, я, наверное, тут как-то так вот, да, не проеду. Насыпал я соломы коровам уже 150 тонн, как вы помните в прошлой части. И также думал, что где-то около 150 тонн у нас получится смеси для коров. Но оказалось, нет. Уже 170 тонн на базе. И пока что непонятно, сколько же действительно нужно нам, нашим коровам, для того, чтобы неделю нам сюда не заглядывать. Я имею в виду, что неделю мы все равно будем с вами заглядывать, неделю, по крайней мере, хотя бы корм не задавать. Потому как и сила сама уже осталась, и солому нам нужно будет подсыпать постоянно. Как я уже сказал, буквально каждый день мы будем сюда приходить с вами и что-то доделать. Так, выгружаем. Окей, дальше поедем собирать. Кстати, вот эта вот трава довольно-таки, ну вы сами все знаете, довольно-таки быстро растет. Если сюда приходить каждые там два дня, то можно столько этих тюков здесь насобирать, ну назаготавливать, что в принципе можно даже продавать. И в комментариях мне говорили, такой есть трюк интересный. Как продавать солому по цене сена? Как вы знаете, сено, тюк сена дороже значительно стоит, чем тюк соломы. Ну что и понятно, в общем-то. Легко, оказывается, вы берете, делаете тюковщиком, 95% собираете соломы и потом переезжаете на поле, которое у вас где-то тут рядом с тем полем, где солома, на поле с сеном. И вот эти вот 5% недостающие добираете уже сеном, и на выходе у вас получается тюк сена. Конечно же, это такой способ, что, ну не знаю, я считаю, что, ну может быть, на первых порах он и стоит того, туда-сюда мотаться между полями. Ну а вообще, конечно же, это садомаза настоящая. Набрал соломы, поехал, набираешь сено, потом едешь, ну упаковываешь его, как вы знаете, есть такой упаковщик, который еще дороже делает тюки, и потом все это продавать. Ну я думаю, что легче, проще, да и мы уже с вами, опять же, все знаем это, чем скорее мы сделаем силос на любой карте, тем проще и быстрее заработаем деньги. Сила здесь, такой, скажем, получитерный прием, да. В принципе, можно заниматься только силосом и больше ничем. И меньше головняка, и больше денег. Я так думаю, что если профессионально вообще подойти к этому вопросу, к силосу, то можно так делать, что каждый день будет по два, а может быть даже и по три, по две-три силосных ямы зреть, по 600 тонн, купить несколько погрузчиков, не лизардов, а вейдеманом. Вот, и, в общем-то, продавать тысяч на триста каждый день. Тут основная проблема в том, что, как вы знаете, БГА может не справиться просто с таким количеством. Но, опять же, все это легко решается, если время чуть-чуть ускорить, хотя бы на пять. То тогда силосная станция успевает все принимать, все обрабатывать. И таким образом можно довольно-таки быстро денег сделать, да. Вот только неинтересно, вот в чем проблема. Пожалуй, основная. Это в том, что просто все это делать будет неинтересно. Ведь мы же с вами любим эту игру не за то, что можно легко и просто начитарить себе денег, да. А за сам процесс. За сам процесс и разнообразие. Тем немножко позанимались, этим немножко позанимались коров, овец, кому это еще интересно. Ну, и, конечно же, приятный бонус, это деньги. И на эти деньги еще что-нибудь можно купить. Так, давайте поедем, посмотрим. Там, кажется, еще два тюка валялось, которые будут мешать сейчас обрабатывать вот это вот поле. И заглянем тогда к коровам, что там они с сеном. Ну, в общем-то, за час они, я так думаю, не успеют. Давайте мы поставим на пять время. чтобы чуть-чуть быстрее они там потребляли это самое сено. Вернее, салону. Вот, отлично. Теперь осталось только вот эти вот валки убрать и, в общем-то, теперь вот это поле тоже обрабатывать, засеять чем-нибудь. Вот, как вы помните, у нас в скорости должен быть большой спрос и этот большой спрос через один день на канолу. Я говорю, что, наверное, не буду сеять канолу, да, потому как нам сено и солома нужна. Ну, солома в основном. Но соломы, вот мы видим, что довольно-таки много мы получили, да, и вот этих вот с шестнадцатого поля до седьмого поля, то же самое у нас будет огромное количество, поэтому я так думаю, что, наверное, все-таки стоит, раз большой спрос, стоит все-таки сделать немножко. Я вот здесь вот буквально брошу, чтобы уже потом там не заезжать туда-сюда. Так, выгружаем. Поэтому сделаем мы, наверное, поле канолы, уберем, как раз за день, я так думаю, что оно успеет созреть. И будем надеяться, что там будет, ну, хотя бы цена полтора. А у нас канолы, как вы помните, не так, чтобы очень уж много на базе. Всего-навсего двести сорок тонн. Всего-навсего, да, когда-то у нас за счастье было получить такое количество. Сейчас это уже у нас всего-навсего называется. Так, где-нибудь поставить. Где-нибудь поставить. Да, вот здесь, наверное, поставить. Вот так вот. Не знаю, будет ли оно мешать тут или нет. Будем надеяться, что не будет. Потому как то место, которое отведено у нас для сельхозинструмента, вон там он, возле той бочки, оно немножко неудобно. Все-таки удобнее вот здесь вот. Ближе к полю. Так, и погнали. Да, сейчас посмотрим. Кстати, посмотрим сразу же, что тут у нас у коров. Финансы, статистика. 100% производительность. И 148. Ну, всего 2 тонны. Всего 2 тонны у нас потребили коровы. Я вот думаю, то ли сейчас взять тюковщик, сделать еще 2 тюка, то ли наплевать на это дело все. Давайте мы подсыпем, посмотрим. Подсыпем 2 тонны эти, заберем, наверное, досыпем в этот прицеп, и, наверное, на этом не будем заморачиваться уже. У нас все равно соломы полно. с этим одним волком. Да, запаса соломы хватает на 6 дней. Смеси, вы видите, что 180 тонн все-таки, да? И все равно у меня не было вот этой вот таблички. Так, собираем. Собираем вот это. Чуть-чуть буквально, да? Проехали. Ну и ладно. 53 тонны у нас соломы есть. Я так думаю, что не будем мы с вами заморачиваться по поводу этого волка. Делать там 2 тюка, потом приезжать сюда, забирать его. Как есть, так есть. Пускай быстрее будет у нас здесь работник работать, засевать это поле. Так, куда-нибудь нужно поставить его вот так все же. Здесь у нас курсы никакие не написаны, не будет мешать этот прицеп. И в то же время недалеко находится. Сгоняем, поставим. Пускай обрабатывает вот это поле, канула засевает. У нас 78 тысяч. И нам нужно еще немножко поработать на силосной яме. Там нужно утрамбовать. Силос, да, пускай до завтра будет зреть. Там 500 с лишним тонн. Можно было бы, конечно же, дождаться, когда вот здесь вот... Кстати, а где он? А, вон. Дождаться, когда у нас зреют вот эти вот поля. И отсюда тоже самое силос дополнить, так скажем, эту силосную яму. Но я решил, что у нас все равно там они простаивают, пустые ямы. И, кроме того, чем быстрее у нас будет зреть сила, тем быстрее мы с вами получим денежки. Поэтому не суть. Важно, будет у нас полная яма или не полная. Так, нам нужно куда-то вот куда-то вот отсюда начинать. Так. Что у нас? Давайте канулу сразу же выберем, да? Канула. Кроме того, так как денег у нас вайлом, мы можем, в общем-то, нанять работника, чтобы он здесь без всяких курсов, там без ничего, да, чтобы он работал за деньги. Вот. Единственная проблема в том, что он очень медленен. В таком случае, вот если мы сейчас его вызовем, да, то он будет ехать там, кажется, 20 или вообще 10 даже километров в час. Я уж подзабыл, так давно пользовался. Так, ну и что? Что ты стал родной? Так давно пользовался наемным трудом, что вот вы видите, да, это просто какой-то позор. Так, а добавить? Давайте попробуем есть лимитром ему добавить. хотя бы 25 поставить. И довольно-таки быстро, вы видите, да, денежки у нас уходят, но пускай работает. Так, а мы пока что с вами тогда поработаем на ферме. Все-таки попытаемся добрать до полной кормушки. Получится это у нас или нет, посмотрим. в кормушке. Чуть промазали, да, получается. Но все равно падает туда, куда нам с вами нужно. Отлично. Так, и вот сюда самое главное, потом не забыть. Сюда нам нужно будет еще привезти силоса, потому как заканчивается здесь довольно-таки быстро. Силос такой расходный такой ингредиент, продукт, который значительно быстрее расходуется, чем солома или то же самое сено. Да, хорошо. Кстати, у нас тут осталось 58 тонн. 58 тонн. Ну, как я уже сказал, на эту неделю, может быть, на всю неделю как раз и не хватит. Может быть, дня на 3-4. То есть, все-таки нужно будет приоритетно сюда его забросить. Силос. И желательно заготовить, конечно же, побольше. Тонн 200-300. Так, сразу же будем отслеживать. По статистике, 186 тонн, 190. Как бы тут не 250, да? Нам понадобилось. В отличие от той же самой соломы. В общем, вот такой вот неспешный у нас теперь действительно неспешный получается геймплей. Кстати, я уж совершенно забыл, нам же нужно вот здесь вот дотрамбовать. Чуть-чуть буквально осталось тут. 94-95%. Вот, допускай же зреет этот силос. Я так думаю, что вот этой вот яме, например, мы можем пока что оставить. Ну, то есть, его не продавать, он здесь будет готов, пока мы не заготовим много силоса на базе нашей, на ферме. Вот, тонн 200-300, ну, желательно вообще побольше, желательно там полностью заполнить 600 тонн. То есть, нам нужно будет туда курс написать и свозить только на коровью ферму, пока вот без продаж обойдемся. Вот, но так как мы будем заполнять довольно-таки долго и зреть им будет долго, то для коров будем набирать вот с этой ямы, когда она созреет. Вот, а продавать будем, скорее всего, или, может быть, со второй ямы это созреет. Мы вторую с вами с 16-го и 7-го поля наполним, сколько бы там ни получилось, но где-то тонн 300 мы с вами знаем, с этих двух полей получается. Вот, тогда мы будем с первой продавать, а со второй будем, так скажем, экономить и набирать коровам. В общем, посмотрим, чем мы там займемся. Или так будем делать, или эдак. Так, в любом случае, коровы у нас не должны голодать, должны постоянно давать, выдавать максимальную производительность, 100%. Ну и, как я уже сказал, желательно давать нам с вами хоть как-то какой-то отдых. Так, нет, не это я хотел. Поставлю я пока трактора на поле. Кстати, где тут у нас первое поле созревает? И 7-ое, и 16-ое. Непонятно, какое тут первое созреет, какое нет. По идее, 16-ое должно созреть первым. Пока трактор у нас там работает, обрабатывает, вернее, сеет канулу, потом я постараюсь не забыть все это удобрить. Поля у нас будут зреть. В общем, ну, работы, как всегда, у нас тут, вы видите, да, что такая рутинная работа. Немножко разбавляется, вот, пока коровьей фирма действительно вот разбавляется. Потом, конечно же, то же самое у нас, мы привыкнем к такому роду работ, и то же самое у нас будет рутина. Так, тут вот еще один трактор, и тоже еще с одним прицепом. Ну ладно, мы потом уже с ним разберемся. Сейчас все-таки вот здесь вот доработаем, попытаемся досыпать хотя бы до 200 тонн. Кстати, медленный-медленный, смотрите, да, а половину уже сделал. 25 километров в час, конечно же, это не те 45, на которых работает у нас на Корсплее. Но все же. Потихоньку, как раз к тому времени, когда мы тут с вами управимся. Да, вот здесь вот я знаю, проблемка. Проблемка в том, что, ну, если мы вот так вот заедем, то проблемки особо нет. Если с этой стороны. Вот так как-то. Чтобы они не упали тут все, да? Вот как-то так. Вот так и поднять. Если есть такая возможность, да? Отлично. Пока что. Кстати, расходы работничек, будь здоров. Смотрите, да, уже 74. 2000 мы просто с вами на ветер пустили. Ну, я думаю, тут мы, в общем-то, платим и за канолу, за то, что он сеет ее. Как вроде бы мы покупали, да? Ну, и за оплату труда тоже самое снимаются у нас деньги. Поэтому ничего удивительного. То, что такая куча денег уходит, нет. Так, ну, я так думаю, что мы досыпаем вот это вот. Смотрим, сколько у нас получается всего в кормушке. Все же, я думаю, 250 тонн тут нужно, да? И на этом будем прощаться. Так, давайте смотреть. Встретимся уже тогда в следующей части. Будем на большом спросе продавать канолу. Это через день, да, получается, когда созреет вот это вот поле. Будем его убирать и тут же сразу же отвозить на продажу. Так, ну, 200 тонн вы видите, да? 200 тонн, и это еще далеко не предел. То есть тут еще нужно неслабо так поработать, чтобы забить эту кормушку. Что уж уже говорить о 500 коровах, которых мы с вами наметили как финал летсплея этого, да? Когда мы купим 500 коров, это будет означать, что мы с вами вышли на тот уровень, о котором всегда мечтали. И это уже фактически конец будет летсплея на карте Титаниум Эдишн. Ну что же, я на этом с вами прощаюсь. Тогда встретимся в следующей части. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok